Уже не признак ипохондрии, а закон. С 1 мая регион переходит на масочный режим. Согласно поправкам в постановлении губернатора 29 апреля, находясь во всех общественных местах, граждане обязаны защищать органы дыханием масками. Гигиенические тоже допускаются. Нарушителям грозит наказание. Как считают юристы по статье 26.коап, невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧАЭС предполагается предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Думаю, что, во-первых, сразу штраф не выпишут. То есть мера связана, прежде всего, с предупредительной. Поэтому штрафы от 1 до 30 тысяч будут явно применяться в ситуации, когда есть неоднократность нарушений, есть какие-то отягчающие обстоятельства. Если вы просто зашли в магазин, не одели маску, а наденьте маску, вы ее достали, а надеды только, конечно, здесь все ограничивается предупреждением. Сами самарцы к такому режиму относятся неоднозначно. Скажите, верите вообще в объективность этих масок? Конечно. У меня у детей детские, у дочери подростка наши взрослые маски, у мужа есть и респираторы, маска, антисептики, то есть все абсолютно. Не вижу в этом смысла никакого. Маска не спасет от действительной угрозы заражения вот этим вирусом. Ну, это я из видеороликов узнал информацию. Когда я остался без работы, я сидел дома две недели, я не носил маску. Ну, последние, наверное, дней 10 ношу. Ну, разные маски. И были обычные медицинские, которые были дома изначально. Ну, и они иссякли. И действительно, на фоне новостей о китайской эпидемии цены на привычные всем одноразовые медицинские маски сначала подскочили в 10 раз. С 5 рублей за штуку до 50, а затем товар и вовсе исчез в прилавках. Во многих аптеках поставок до этого дня практически не было. Здравствуйте. А скажите, у вас одноразовые масочки есть медицинские? Нет? Гигиенические? Нет? А многоразовых? А у вас маски есть? Нет, даже в деревне. А ожидается, что привозят? Просто вроде вчера в СМИ писали, что миллион масок в Самаре будет продавать. Мы не ожидали. В иные аптеки товар постепенно возвращается. Разовые и многоразовые маркеты. А по чем? 45 рублей многоразовые и 35 одноразовые. Какая-то по 10 штук. Помогают и местные и портные. Соответственный выбор теперь более чем изобильный любых размеров и расцветок. Например, черный для тех, кто любит классику, телесный для любителей нюд. Или вот у меня с короной. Знай врага в лицо. Кто-то продает через интернет, кто-то уже выходит на оффлайн-торговлю в крупных магазинах. Масочек 150-200-300. Это 200-300. Есть такая же, без кармашка, она 150. Напомним, Россия не первая страна, где масочный режим устанавливается на законодательном уровне. Например, в Чехии, где живет наш земляк Дмитрий Трещанин, его уже ввели, когда в целом заболевших было не более 100 человек по стране. За не ношение маски были штрафы. И штрафы достаточно серьезные. Я сейчас боюсь собрать, перепутав курс, но где-то в районе 1000 евро это максимальный штраф. Но на самом деле здесь у полиции слоган, лозунг «помогать и хранить». И они его всерьез воспринимают. То есть в основном полицейские, когда видели человека без маски, они его предупреждали. И все же режим «помог» предупредить стремительное распространение эпидемии в Чехии, добавляет наш спикер. Статистика идет на спад. Масочный режим теперь введен и в Германии. В Германии поступают именно так. На улице можно находиться без маски. В помещениях, в магазинах, аптеках, в транспорте общественном обязательно. Но теперь нужно находиться в масках. Штрафы разные в разных землях. Это принимает такое решение земельное правительство. Но вот в Баденвертенберг, где я сейчас нахожусь, 150 евро. Разовый штраф. По местным меркам, это не такие большие штрафы. Потому что, например, за встречу компанией на шашлыки. В обновленном постановлении губернатора сообщается, что средства индивидуальной защиты самарцы должны использовать цитата «в общественных местах, кроме улиц». Как трактуют этот пункт, юристы пройтись без маски безнаказанно можно будет по дороге или тротуару, вне помещений.